Большое мероприятие торжественно открыло церемонию награждения победителей конкурса среди журналистов, освещающих деятельность областной профсоюзной организации. В зале молодые авторы, те, кто только начинает свой путь в большом информационном мире. Как отметил председатель объединения Александр Мурашкин, в наши дни эту профессию в своем большинстве выбирают девушки, что и подтвердило мероприятие. Инициатива проведения конкурса исходила от двух организаций – областной профсоюзной и журналистской. В рамках церемонии лучшие авторы были награждены дипломами и подарками. Отмечена была и наша телекомпания. Люди старшего поколения, они помнят еще и с советских времен мощную, сильную профсоюзную организацию, знают работу и деятельность этой организации и сегодня профсоюзов. А молодежь все-таки, будущее за ним, чтобы люди, которые один раз написав, скажем, обмакнув перо, они потом всю жизнь могут к этой теме возвращаться. И им хорошо тема, и нам неплохо. Что, значит, люди будут знать о нас. В чем преимущество журналиста в том, что он имеет больше доступа к информации, к различным архивам, где может найти интересную информацию не только для себя, а и ту информацию, которая была бы интересна и читателям, и зрителям. И в то же время он может заняться такой темой, которой, в принципе, ну, которой я раньше не занимался. Торжественную часть продолжила более официальная, посвященная деятельности профсоюзов, тем функциям и задачам, которые на них возложены. В рамках открытого диалога прозвучали такие темы, как улучшение условий труда и отдыха, защита прав и интересов людей, работающих в сельской местности, экономическая обстановка на предприятиях области, юридическая подкованность граждан. Сегодня у профсоюзных лидеров граждане ищут поддержку и помощь в трудных ситуациях. Защита труда, защита человека труда, охрана труда и достойная зарплата. В принципе, этих три основных кита, они остаются и сегодня. И без этого невозможно. Потому что даже когда у нас будет сплошная роботизация, этих роботов кто-то должен будет создать, кто-то их должен будет, скажем так, подключить, отремонтировать и так далее. Без человека это невозможно. А раз будет человек, будут трудовые отношения, значит, защитить интересы человека, труда, должна будет организация. Совместная деятельность прессы и ведомства должна стать залогом успешного функционирования областного объединения профсоюзов на ближайшую перспективу. Важно продвигать интересы людей, помогать им справляться с трудностями, тем более, если наниматель умышленно нарушает права служащего. А журналисты в этой цепочке станут связующим звеном, своего рода гарантией установления обоюдного понимания.